МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Медицины интересуются поголовно все". Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Не секрет, что около трети от всех удовольствий возможных человек получает от еды. А вот медики считают, что примерно столько же проблем можно получить от её неумеренного потребления. Итак, от чего болит живот? Тема нашего сегодняшнего разговора. И прежде чем я представлю вам наших гостей, предлагаю вам небольшую анатомическую справку. Пищеварительная система как единое целое – это совокупность нескольких органов. Если коротко, то сам процесс выглядит следующим образом. Пища попадает в организм через рот и покидает его известным всем способом. Промежуточные звенья этой цепочки остаются без должного внимания. А это, между прочим, и ротовая полость, и пищевод, толстая, тонкая и прямая кишка, печень, поджелудочная и сам желудок. При нормальной работе организма всё работает как часы до глубокой старости. При сбоях любой части целого чаще всего говорят «у меня болит живот». Эта общая фраза объединяет десятки диагнозов. Давайте разбираться. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой внутренней болезни номер 2, кандидат медицинских наук, доцент Эрик Николаевич Платошкин. И главный внештатный специалист Управления здравоохранения Гомельского облсполкома по валиологии Ирина Александровна Атарик. Здравствуйте. А также двое студентов Гомельского государственного медицинского университета. Это Виктор Трегубов и Марина Симченко. Здравствуйте. Которые сегодня, по мере тех знаний, которые они уже приобрели, будут нам помогать. Именно с этого мы и начнём. Итак, наш первый вопрос. Какие, по вашему мнению, три самые частые болезни, которые возникают у человека по причине неправильного питания? Свои ответы вы можете написать на планшете, а мы потом их прокомментируем. Эрик Николаевич, скажите, с какими жалобами чаще всего обращаются пациенты к специалисту вашего профиля, как гастроэнтерологу? Наиболее частая жалоба – это дискомфорт в области передней брюшной стенки или живота. Чаще локализация – это верхняя часть или, как мы говорим, подложечка или в эпигастральной области, научный термин есть. Второе – это функциональные нарушения в виде изжоги, либо вздутия кишечника и нарушения его функции. Запор по носу. Это наиболее частые причины. Считается, что здоровье – это симбиоз питания, генетики, а также удачи. Как вы, как специалист, могли бы в процентном соотношении разделить эти составляющие? Питание, конечно, во многом определяет функцию и структуру желудочно-кишечного тракта у каждого индивидуального человека в зависимости от его пристрастий. Но кроме генетики, мы должны помнить внешнюю среду и в том числе микроорганизмы, которые существуют как вне нас, так и внутри нас. От взаимодействия вот этой микрофлоры внутри нас и организма человека, в общем-то, зависят очень многие заболевания. Если это взаимодействие нарушается, то может развиться даже очень тяжелые болезни, о которых мы раньше даже не подозревали, что они связаны именно с внутренней средой нашего организма. Ну и внешние факторы агрессивные, в том числе микроорганизмы, для студентов, которые присутствуют здесь, уже не новость о том, что сейчас гастрит, язву и даже рак желудка связывают с микробом. Это геликобактер пилори. Эрик Николаевич, скажите, пожалуйста, а эти микроорганизмы, это все-таки генетическая предрасположенность или фактор внешней среды? Может быть, с питанием как-то это связано? С питанием мы можем связать некоторые заболевания, допустим, панкреатит, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, есть такие заболевания. Сейчас такие популярные заболевания, которые раньше связывали только с питанием, как гастрит и язвы, в основном связывают с микроорганизмом. Поэтому здесь надо говорить о том, что все-таки инфекционный фактор играет главную роль в развитии заболевания. Не только человеку, в общем-то, не одинаков по генетике, но и микроорганизмы. Бывают высоко вирулентные, бывают низко вирулентные. И вот как повезет, как вы сказали, если встретится восприимчивый человек с высоко вирулентным микроорганизмом, то здесь, скорее всего, будет ярко выраженное заболевание. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну, а теперь давайте прокомментируем, что наши студенты написали. Какие они дали? Три основных заболевания, которые, в общем-то, и связаны, или сопровождаются болями в животе. Я считаю, что это гастрит, это язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, и ожирение. Спасибо. Виктор, пожалуйста. Мое мнение, что это дисбиоз кишечника, это панкреатит и желчокаменная болезнь. Эрик Николаевич, ну вот как вы считаете, ответы данные мы можем принять как правильные ответы? Сколько специалистов, столько и мнений. Но я хочу сказать, что все-таки чаще встречаются функциональные заболевания, если говорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Наиболее популярные из них – это диспепсия. То, что раньше мы называли гастрит необследованный, то сейчас это называется диспепсия. К сожалению, болезнями цивилизации, а именно избыточного питания, являются такие серьезные заболевания, как болезни сердечно-сосудистой системы, в первую очередь ишемическая болезнь сердца, в основе которой лежит атеросклероз и поражение сосудов сердца. Это сахарный диабет, это артериальная гипертензия, которая тоже чаще бывает у тучных лиц с избыточной массой тела. Поэтому, конечно, избыточное питание, избыток массы тела влечет за собой большое количество проблем, в том числе и со стороны не только желудочно-кишечного тракта. Спасибо большое. А у нас есть еще один вопрос к ребятам. Скажите, пожалуйста, если уже есть проблема с желудком, какие продукты, три наиболее таких значимых, которые по утрам натощак не рекомендуется принимать, по вашему мнению? А прежде чем мы услышим компетентное мнение наших специалистов по этому вопросу, предлагаю вам то, что по этому поводу говорит всемирная сеть интернет. Очевидно, что для того, чтобы быть бодрым, веселым и трудоспособным весь день, нужно готовить себе легкие и при этом питательные завтраки. Но кто-то жертвует этим временем на сон, кому-то просто лень, а у многих по утрам не бывает аппетита. Но если руки все-таки доходят до приготовления завтрака, то каких продуктов следует избегать? Лидеры среди нежелательных блюд. Все жирное, острое и соленое. Копчености, свинина, соленая рыба. А еще не рекомендуют сладкое, мучное, бананы, кофе и алкоголь. Последнее, впрочем, абсолютно очевидно. Итак, давайте посмотрим, что написали наши ребята по этому поводу, ну и прокомментируем это. Марина, пожалуйста, что вы выбрали? Я считаю, что это острая и жирная пища, это сладости и нельзя употреблять кофе и алкоголь. Спасибо, Виктор. Сдобные хлебобулочные изделия, газированные напитки и острые и копченые колбасы и подобные им. Ирина Александровна, ну теперь мы к вам обратимся как к специалисту. Скажите, пожалуйста, наверное, то, что выбрали ребята вредно не только по утрам натощак? Безусловно, Татьяна Николаевна. Те продукты, перечень продуктов, которые сейчас назвали ребята, не только с утра не рекомендуется употреблять, а вообще в течение всего дня. Мы все помним прекрасно с учебников по волеологии, что основа рационального питания составляет сложные углеводы. Основы пирамиды и при нормальном употреблении должно быть, ну то есть питание, что должно быть полноценным и сбалансированным. Углеводы должны составлять четыре части составляющих, если брать белки, жиры, углеводы суточные потребности в микроэлементах и макроэлементах и белках, жирах, углеводах. Завтрак должен составлять по калорийности где-то 15-20% от полной калорийности всего дня. И сложные углеводы, основную часть, должны этого занимать. То есть это каши, это хлебобулочные изделия с повышенным содержанием волокон, как сейчас промышленность наши даже регионы и Гомельской области предлагают. Ну и тогда, если можно, предложите нам вот такой полноценный завтрак. Из чего он должен состоять? В частности, для студентов медицинских вузов в том числе. Завтрак и не только студентов, учащихся в медицинском вузе, как я уже говорила, должен составлять сложные углеводы, к ним мы можем отнести каши. То есть это желательно либо с пониженным содержанием молока сваренной, либо на воде. Либо это классический бутерброд, в принципе, вполне приемлемый, с черного или, ну, с хлебобулочного изделия, да, с сыром, с колбасой нежелательно. Но кофе с утра никто не запрещает. И даже кардиологи, гастроэнтерологи говорят, что в принципе здоровому человеку это допустимо и даже полезно. Алкоголя однозначно нет, потому что все мы должны идти на работу или студенты на учебу. Главное, не уходить голодным из домов. Это важно, потому что можно упасть в голодный обморок. То, что вы приготовите с удовольствием, надо съесть с душой, и любая пища будет, в общем-то, только на пользу. А день будет успешным. Да. Спасибо большое. Ирина Александровна, еще к вам, как специалисту, вопрос такой. Какие бы три основные заповеди правильного питания вы бы предложили? В первую очередь, это энергосбалансированное. То есть то, что мы кушаем, то, что мы и тратим, должно быть в балансе. То есть, соответственно, если то, что мы по калорийности употребляем в течение дня, должно быть израсходовано. Если мы употребляем калорийность наших продуктов больше, соответственно, это откладывается в виде лишнего килограмма у нас. Значит, вторая заповедь, как вы говорите, то есть это, конечно же, достаточность. То есть это то, о чем я говорила. Это оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов в рационе. И распределение по калорийности в течение дня. Ну и не стоит забывать о количестве потребляемой третьей заповеди. Это, конечно же, потребление необходимое, достаточное воды в течение всего дня. Оно в нормальном физиологичном состоянии должно потребляться человеком где-то от полутора до двух с половиной литров воды. И еще у меня есть к вам, как специалисту, один вопрос. Сегодняшние тенденции таковы, что мода или на здоровый образ жизни, или наоборот, это люди с повышенной, в общем-то, массой тела. Не случится ли так, что людей с нормальным весом практически не останется? Средним весом. Опасения действительно ваши, действительно, могут быть, имеют место быть, да. Тех людей, которые привержены со здорового образа жизни, в последнее время, конечно же, увеличиваются. Но увеличивается также доступность всего того, что предлагает нам фастфуд и индустрия. И сейчас то, что мы видим не только у нас в городе, но вообще в Республике Беларусь и за пределами Республики Беларусь. Да, это доступность пищи быстрого приготовления. Поэтому, конечно же, стоит как можно более разумно, наверное, подходить к выбору того, что мы все-таки кушаем, то, что мы потребляем в течение дня. И как можно реже посещать такие заведения, которые пропагандируют вот именно пищу быстрого приготовления фастфуды. Быстро и дешево не значит, что это полезно, да, и это нужно делать. Да. Спасибо большое. И последний вопрос, который мне подсказал интернет. Кстати, очень много сайтов, которые обращаются к людям с тем, чтобы, если болит живот, обращайтесь к специалистам. И вот вопрос такой, как все-таки избавиться правильно от хронических болей в желудке? Что нужно делать? Какое ваше мнение? Ну, прежде всего, это режим питания должен быть, рацион питания, вот, это здоровый отдых, сон, вот, это занятие спортом. Ну, то есть, все это в совокупности приводит к здоровому организму и к отсутствию хронических болей в желудке в том числе, да. Виктор, а что вы можете еще добавить? Я думаю, что необходимо для себя, ну, для каждого человека лично ставить перечень вопросов и обратиться к своему лечащему врачу за советом. И он уже подскажет по правильной тактике. То есть, все-таки, обращение к специалисту, наверное, это самый правильный и самый быстрый путь. Тем не менее, наши соотечественники обращаются к специалистам часто уже тогда, когда наблюдается развернутая картина заболевания, а не при первых симптомах. Они занимаются самолечением и что самое плохое, это самодиагностикой заболеваний. По этому поводу я вам предлагаю посмотреть наш следующий сюжет. Галина Григорьевна с юных лет отличалась крепким здоровьем и неиссякаемым оптимизмом. С возрастом мало что изменилось, только вот здоровье стало подводить. То желудок схватит, то изжога заснуть не дает. Маша, ой, меня так измучило это изжога. Чего я только я ведь не перепробовала. Уже, сука, соду выпила. Не помогает. Ну, не может быть, сода всегда помогает. Ну, временно. Она снимает, ты знаешь, одноразово, а потом снова возникает. Это действительно самый популярный в народе способ избавиться на короткое время от чувства жжения и дискомфорта в желудке. Но минусов при постоянном употреблении содового раствора оказывается больше, чем плюсов. Не знаю, чего еще перепробовать. Тут знакомая подсказала, говорит, «А ты попробуй спирт с медом по утрам». Ты знаешь, попробовала. С утра весила. Но это сжоге не помогло. Может, травки какие, настойки сделать лечебные. Травашка, тысячелесники, бессмертина. От травок, тем более действительно полезных, вреда не будет. Так же, как успеха в лечении язвы или гастрита. Доктор! Доктору, да? Но ты меня успокоила. Вот только этого мне и не хватало в больнице. Я думаю, что это вылечится танцами. Надеюсь. Давайте прокомментируем вот эту всю ситуацию. Можно ли действительно содой вылечиться от изжоги? Правильный ли это метод? Или есть какие-то более серьезные уже медицинские препараты для того, чтобы с этой проблемой исправиться? Изжога может быть первым, самым ранним признаком такого сложного, грозного заболевания, как рак пищевода. Других признаков ранних нет. Поэтому, если человек в возрасте и у него появились впервые какие-то проблемы с пищеварением, в этом случае не нужно заниматься самолечением, а лучше сразу обратиться к врачу. По поводу лечения изжоги. Изжога – это заброс кислого содержимого из желудка, чаще всего в пищевод. Кислота, школьный курс химии, нейтрализуется щелочью. Есть прекрасное средство в домашней аптечке сода. Если это впервые, вы молоды, счастливы, талантливы, пожалуйста, можете приготовить такой раствор, чайная ложка сода на полстакана воды, выпить, произойдет благородная отрыжка воздухом, это реакция нейтрализации кислоты щелочью. И вреда никакого организма тоже не будет. Если это разовая ситуация, как скорая помощь, когда ночью это случилось, что достаточно часто бывает, можно использовать. Есть большой перечень препаратов, которые называются антоциды, которые позволяют быстро нейтрализовать кислоту в желудке. Я не буду заниматься рекламой, это в аптеке, любой, прям так и написано. Есть препараты, которые могут долго блокировать выделение кислоты, что мы используем, когда есть не просто симптомы, то есть функциональное нарушение, но когда есть воспаление, когда есть язва, когда есть еще какие-то в общем-то конкретные проявления заболевания, которые мы можем увидеть при эндоскопии и других методах исследования. Вот в этих случаях мы назначаем терапию более длительно. По поводу лечения алкоголем я бы никому не советовал. Дело в том, что алкоголь вызывает чувство эйфории, удовольствия на некоторое время и просто такой эффект, когда человек забывает о своей боли или об изжоге, и ему хорошо и комфортно. Можно заработать панкреатит острый, хронический, который тоже не очень легко лечится. Одно вроде бы снимаем, но усугубляем другое состояние и еще может быть более серьезно, чем та проблема, которая была изначально. Конечно. И тогда еще вопрос. Диета. Насколько диета эффективна при лечении, вот в частности при снятии симптомов таких, как боль в желудке? Диета может быть эффективна в том случае, если, как в этом сюжете, у пациентки была, допустим, изжога. Здесь диета может помочь в первую очередь исключение тех продуктов, которые провоцируют изжогу. Англичане говорят no coffee, no tea, no chocolate. То есть кофе содержит кофеин, чай содержит кофеин, шоколад провоцирует изжогу, соки цитрусовых, лук, чеснок. Мы не рекомендуем пациентам употреблять эту пищу. Все остальное, которое обладает так называемыми буферными свойствами, то есть нейтрализует кислоту, это белковая пища. Даже стакан молока будет более эффективен, чем все остальные мероприятия. Ирина Александровна, Эрик Николаевич, я благодарю вас за встречу, но все-таки хочется в конце нашей программы оценить уровень знаний наших студентов, насколько они все-таки готовы к такой серьезной профессии, как врач. Пожалуйста, Эрик Николаевич. Ну, если позволите, профессия врача это тот случай, когда надо учиться всю жизнь. К сожалению, ответ об избавлении от боли не прозвучала эрадикация геликобактер пилори, то есть уничтожение этого микроорганизма во всех международных протоколах это стоит номером один. Поэтому я думаю, что у нас есть еще над чем работать, но ребята молодцы, они понимают, что такое здоровый образ жизни, они понимают, что такое вред самолечения, я думаю, они будут хорошими врачами. Спасибо большое. Ирина Александровна, Ваше тоже пожелание, оценка Ваша нашим будущим специалистам. Знания, как Эрик, присоединяюсь к Эрику Николаевичу, говорить о том, что знания по здоровому образу жизни или по такому разделу, как валиология, есть, опять-таки, к чему стремиться. Мне бы хотелось вам пожелать, чтобы вы все знания, которые вы получили, будучи студентами, реализовывали и на практике, в том числе и по здоровому образу жизни. Выдающийся русский анатом и хирург Николай Иванович Пирогов много лет назад говорил, будущее принадлежит медицине профилактической. Так давайте беречь свое здоровье. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин